Конечно же, с приходом Бориса Мильграма театр изменился. Именно в этот театр, в этот период пришло очень много молодежи. И театр стал экспериментальной площадкой. Появились замечательные фестивали, которые объединяют творческую молодежь и начинающих режиссеров со всей нашей страны. Приезжают зарубежные гости. Поэтому, конечно же, когда видишь очень много гостей, которые пришли к вам на юбилей, и понимаешь, насколько вы любимы в нашем Пермском крае. Ну и, конечно, у меня почетная миссия от губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетникова. Позвольте вручить и поздравления от Ирины Валентиновны Ивенских. И мы начинаем процедуру награждения. Да, это комиссия. Коллективом краевого государственного автономного учреждения Пермский академический театр, театр. Дорогие друзья, и самые добрые и теплые слова. Бесконечные на целом строительстве. Спасибо огромное. От руководителя региона Максима Геннадьевича Решетникова почетная грамота за значительный вклад в развитие театрального искусства в Пермском крае и многолетнюю плодотворную деятельность чудовому Михаилу Евгеньевичу вручается. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще таких грамот немного подписан. Могим руководителю региона. Поздравляем вас. Спасибо. Нижний. Спасибо. Спасибо. Благодарственное письмо от Максима Геннадьевича Решетникова. Благодарственное письмо вручается Вячеславу Александровичу Чуистову. Ну и конечно в последние годы все вы знаете, что театр-театр заваловывал маски. И я думаю, что не ошибусь, если их было где-то шесть. Да? Это шесть. Впереди, я надеюсь, что вы... Поездка точно на золотую маску. Получение нет, это же не самое главное. Главное участвует в золотой маске. И мы каждый год принимаем участие в этом фестивале. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации вручается Гесенегрию Михаилу Истаровичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такой красивый знак. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...